Добрый вечер, программа «Археология» в эфире, в студии Сергей Медведев. Хочу сделать сначала одно очень важное предупреждение такое. То, о чем мы будем сейчас говорить в течение ближайшего часа, не является экстремизмом и не возбуждает ненависть ни к одной социальной группе. Потому что сейчас у нас такая мода как-то по стране пошла. Вот любое высказывание сейчас может считаться возбуждающим ненависть к социальной группе. Вот тут, может быть, вы следите во Владимире. Тут сейчас антифашиста судят именно за то, что он якобы возбуждал ненависть к фашистам. Так что, потому что фашистов можно определить как социальную группу, и вот, соответственно, ничего плохого о них сказать нельзя. А, если следовать логике нашего суда. Ну, вернее, здесь еще обвинение. Ну так вот, в нынешнем эфире я не хочу возбуждать ненависть к курильщикам, и экстремизма в отношении курения в этих словах прошу не усматривать. Тем не менее, мы будем говорить, продолжать наши разговоры об общественном пространстве, о том, что является публичным, что является частным. Как очень часто в археологии мы это делали, когда говорили там и о митингах на бульварах московских прогулках, и там в винзаводе, и в красном октябре как публичные пространства и так далее. Сейчас мы снова будем говорить об общественном пространстве, о том, кому оно принадлежит, кто в нем может устанавливать законы о чистоте этого общественного пространства. Потому что вопрос о курении и вопрос о табачном дыме на улицах нашего города, в ресторанах, в общественных местах, он напрямую относится к тому, кому принадлежит вот это вот самое общественное пространство. Где можно курить, где нельзя. Друзья, говорим об этом сегодня с нашим гостем. Второй гость, я надеюсь, сейчас подойдет. А пока что у нас в гостях преподаватель философии Высшей школы экономики Кирилл Мартынов. Добрый вечер, Кирилл. Добрый вечер. Ну вот, к вопросу о курении. Вообще, насколько велик масштаб бедствия в России по сравнению с другими развитыми странами? Потому что, как я понимаю, запрет курения и ограничение курения является одним из показателей развитости страны. Ну, Вы знаете, мне кажется, вообще курение может в России в ближайшие годы превратиться в очень важную политическую проблему. Вот предыдущие, предыдущие там несколько сезонов автовладельцы нас радовали своей политической активностью в Калининграде, во Владивостоке, в Москве Синие ведерки и так далее. А сейчас, на фоне того, что действительно мы пытаемся наше законодательство подтянуть под некую абстрактную Европу, как мы любим наследовать передовому зарубежному опыту, многие люди критикуют эти попытки и говорят, что они не хотят, чтобы их ограничивали, как они считают, в священном праве на то, чтобы курить где угодно и когда угодно. И судя по тому интересу, который и в печати, и в интернете, и в других медиа к этой теме проявляется, эта тема, она будет становиться все более острой. То есть, с одной стороны, есть защитники здорового образа жизни, есть некая рассерженная общественность, которой не нравится, что люди курят в публичных пространствах, с другой стороны, есть курильщики, которые вдруг узнали вот эту проблему о том, как в классическом либерализме формулируется, что моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. И я думаю, что, да, к сожалению, Россия выглядит во всей этой истории как чрезвычайно отсталая страна, как страна, ну, наверное, все-таки, если вещи своими именами называть, то страна третьего мира, потому что и в Европе, в Западной, и в США уже два десятилетия курить совершенно не модно, и курят там, ну, либо какие-то отдельные, назовем их так, фрики, либо бедные, необеспеченные, необразованные слои населения. У нас, если посмотреть на то, что в Москве происходит, конечно, все пока еще наоборот. Мы какое-то такое промежуточное положение между Китаем и какими-нибудь другими странами так того же уровня занимаем в этом отношении. Но сейчас про Китай, когда я говорю, я имею в виду не экономические успехи этой страны, а вот социальное расслоение, бедность и огромное количество очень бедных рабочих, для которых курение является, может быть, единственной радостью в жизни. А у нас курят как работники дорогих офисных центров, так и таджики и гастарбайтеры на улице. Ну да, то есть курение пока не стало признаком социального неблагополучия. Да. И, собственно, нету такой то, что вот... Или вот появляется все-таки, если посмотреть на последние годы, нету... Появляется такая социальная стигматизация, то, что вот называется курение. Курильщики чувствуют какое-то вот постепенно общественное давление, вытеснение? Или это еще не появилось? Ну, я не могу говорить с точки зрения курильщиков, поскольку я не совсем курильщик, или, по крайней мере, я не курю сигареты, то, что, с моей точки зрения, больше всех раздражает и является такой подлинной проблемой. Но, судя по тому, что это все активно обсуждается, да, курильщики начинают чувствовать, что, в общем, по отношению к ним готовят какие-то суровые меры. И если интернет почитать, вот когда в течение этого года несколько раз вбрасывалось в медиа тема вот этого жесткого, назовем его так, законопроекта Министерства образования, о том, что нигде в общественных местах... Не образование, а Минздравсосразвитие, я думаю, да. Да, 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 это оговорка из-за преподавания. Да, то реакция на форумах и в блогах была очень жесткая, и говорилось, что некоторые люди говорили, что они на баррикады пойдут, и в этом смысле, наверное, действительно какая-то стратификация, наверное, началась. На тех, кто готов бросать курить, и на тех, кто готов идти на баррикады, люди делятся. Ну вот интересно, действительно, вступится ли вот сейчас протестное движение, может ли движение курильщиков стать частью протестного движения, как стало, скажем, движение защитников леса или движение там прав автовладельцев? Ну, это плохо пересекается с либеральной повесткой по очевидным причинам, да, но у нас есть еще люди, которые утверждают, что Россия должна идти каким-то своим особым путем, и для них, наверное, защита священных прав курильщиков курить где угодно, наверное, может стать интересным политическим лозунгом. Я сужу вот об этом политическом потенциале проблемы курения, потому что когда был пик протестных акций в мае, одновременно обсуждались вот эти законопроекты о запрете курения или о там радикальном ограничении курения, и отзывов людей на курение было гораздо больше. И количественно, и с точки зрения просто букв и эмоций, которые на это было потрачено, людей гораздо больше это возмущает, вот просто, что называется, обычного рядового гражданина. Чем, ну, курильщика именно возмущает, то есть больше отзывов в пользу защиты этого права. Нет, многие говорят, что нужно запретить, но курильщики, они вот более просто, ну, как сказать, радикально, по крайней мере, на словах настроены. Они прямо вот готовы драться по их словам, хотя я, честно говоря, сомневаюсь, что эта словесная энергия, она готова во что-то иное преобразоваться, чем простые декларации. Ну, давайте посмотрим немножко, что вообще ждет курильщиков и, соответственно, все наше общество. Во-первых, я понимаю, что сильно очень повысятся акцизы. То есть акциз в цене пачки сигарет дойдет где-то до 50%, и пачка будет где-то от 100 рублей стоить. Ну да, я так понимаю, что в течение полутора лет 50% точно рост цены, и может быть больше, да. Сейчас самые дешевые сигареты, опять-таки, вы не курильщик, я не курильщик, но, насколько я из интернета знаю, рублей где-то за 17 можно еще, до 20 рублей самые дешевые. Ну, я никогда не покупал дешевые сигареты, понятия не имею, сколько они стоят. Ну да. Ну и кроме этого, полный запрет на курение в кафе, ресторанах, ночных клубах, гостиницах, аэропортах, поездах, на кораблях, следственных изоляторах и тюрьмах. И вот в больницах еще. Больница. Вот это, кстати, такой очень болезненный во всех смыслах момент. Куда деваться, куда податься бедному еврее, куда податься курильщику в больнице. Ну да, я общался с представителем такого настоящего табачного лобби, которые сказали, что вот они внимательно при помощи юристов и медиков и других специалистов провели экспертизу вот этого законопроекта и сказали, что в нем есть несколько откровенных ляпов, как вот этот запрет на курение в больницах, когда тяжело больной человек, который много десятилетий при этом курил, его просто, в общем, добивают тем, что запрещает ему, как он не находит для него никакого пространства, где он может свою сигарету, отойдя от своей постели, выкурить. И это, конечно, вызывает некоторые вопросы, в том числе с точки зрения наших либеральных представлений о свободе. Ну да, соблюдение базовых прав человека. Ну, с одной стороны, конечно, в больницах, те, кто бывал в наших больницах, в медицинских учреждениях, знают, что курилка в больнице — это чудовищная вещь. Это обычно страшно задымленный туалет, в который, чтобы, так сказать, человеку сходить в туалет, это такой очень фрустрация страшная, там, на полу вода стоит, все это, сидят, стоят там человек, 10 мужиков в тапочках, и на куриле до синевы, или где-нибудь в коридорах. А вот еще не только больницы, не забудем, и вот я сейчас читаю выдержку из этого предложения законопроекта, это тюрьмы и следственные изоляторы. В тюрьме из больницы все-таки, я не знаю, ну, месяц человек проведет, две недели, а в тюрьме человек там на 14 лет, скажем, закрыли. Ну, мне кажется, вот этот пункт, он вообще слабо оторван от реальности, потому что и в случае с больницей, мне кажется, ясно, что этот закон не будет выполняться, по крайней мере, в течение, там, ближайших лет, и когда наступит, когда, когда, когда случится так, что действительно люди по имуществу в больницах нельзя курить, ну, кто это будет проверять, там, в каждую больницу по милиционеру посадить. А в тюрьмах, мне кажется, вообще это все бунтами обернется просто, поэтому не знаю, чем думают люди, которые пишут такие законопроекты, если они действительно их формулируют в виде прямого запрета на любое курение в тюрьме, это, собственно говоря, нашими заключенными российскими рассматривается, как их такое священное право, ну, что называется, там, вот как последнее желание перед казнью, да, здесь в процессе отбывания наказания одно из немногих легально допустимых удовольствий, хотя, с другой стороны, тоже странная ситуация складывается с тюрьмами, когда в тюрьмах курить можно, а свободным людям, там, допустим, в аэропорту курить нельзя. Нет, ну, тут кругом правовые коллизии, а что делать некурящему человеку в тюрьме тоже, так сказать, сейчас... Тут фактически нет выбора только начать курить. Сейчас нет, сейчас эта проблема действительно очень серьезная, сейчас в условиях переполненности российских тюрем, некурящий человек очень страдает, но вообще те люди, которые через тюрьму прошли, такие, скажем, интеллигентные люди, они советуют, если вы не курите, то советуют и не начинать курить, вот в том случае, если у вас есть, могут быть какие-то, у всех, наверное, у нас могут быть какие-то проблемы с законом, потому что некурящему человеку все равно оказывается в этих условиях этой изоляции проще, ну, хотя бы потому, что он может сигаретами безболезненно делиться, а сам в них не нуждается. Но это вот совершенно такая отдельная, по-моему, локальная тема, хотя если сравнивать со свободными людьми, то получается действительно странно, да, вот свободным людям запрещается курить, а заключенным нет. — Ну да, и вот сейчас я приветствую еще одного нашего гостя, Андрей Демин, президент Российской Ассоциации Общественного Здоровья. Добрый вечер, Андрей. — Здравствуйте, это адские пробки, я хочу просто реплику последнюю поймать. У нас есть статистика, которая ставит вопрос о том, что в тюрьмах здоровее люди у нас, чем на свободе. И один из важнейших факторов именно вот то, о чем вы говорите. — Угу. Ну да, мы сейчас обсуждаем предлагаемые сейчас законы. — Да, конечно, я понимаю, да, о чем идет речь. — Вот, и также тотальному запрету подвергнется реклама сигарет. Вот что интересно, табачным компаниям запретят заниматься благотворительностью. — Да, это все включено. Дело в том, что мы с большим опозданием, к сожалению, вписываемся, все-таки нас втягивает в себя глобальный тренд, тенденция, которая на сегодняшний день представлена международным законодательством. Впервые в истории человечества международная законодательство сформировано в семейной организации захоронения, мобилизовало, призвало правительство стран, все страны проголосовали, в том числе Российской Федерации. Теперь у нас есть такое модельное законодательство, к которому Россия присоединилась. И туда включается и это, и это, и это, и это. Поэтому, как говорится, игра окончена для табачной индустрии. — Еще последнее, что меня, так сказать, привлекло мое внимание в этом законодательстве, это, так скажем, зачистка фильмов, зачистка культуры. То, что, так сказать, сейчас из фильмов вырезаются сцены, которые могут... — Есть, 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 есть. Есть очень хорошее исследование, их большое количество, которое показает, что в условиях ограничения рекламы, в условиях развитых стран, ну, к нам это тоже самое пришло, индустрия стала действовать через средства массовой информации. Как говорил Владимир Ильич, важнейшее искусство для нас — это кино, так и для табачной индустрии. И сейчас, конечно, о чем идет речь, что в США уже давно, довольно давно это прошло, прошли слушания, прошло принятие законодательства, по сути, приравнено курение на экране к нецензурной брани, к матершине на экране. — Но не в классических же фильмах, я не могу представить, скажем, Касабланку без Хэмфри Бобарда закуривающего. — Это стандартно, да, это стандартно, говорят, про Черчилля, про Сталина, но никто у них ничего не отбирает, они уже умерли давно. — Ну вот, ну, ну, погоди, простите, запретили сейчас. — Где волк курит, эту пачку сигарет засовывает в рот. — И Сталин, и Брежнев, они в конце жизни были вынуждены бросить это курение именно по проблемам, связанным со здоровьем. Это хорошо сейчас документировано, описано, как Брежнева обкуривали там в его машине, ему запретили врачи курить, но он просил своих охранников в своем зиле там, значит, чтобы они все как следует покурили. — Ну да, но вопрос в том, чтобы, да, не зачищали это в этом самом, как, скажем, вот в последнем Шерлоке Холмсе в сериале, там есть Шерлок и доктор Ватсон обклеены этими никотиновыми пластырями. — Нас, конечно, живущие ныне больше всего беспокоят. Конечно, из чего, что было, то было. И надо сказать, что уже после Леонида Ильича Брежнева у нас нет ни одного, что, кстати, очень хорошая вещь для нашей страны, ни одного лидера нашего курящего не было. Ни одного. Даже не было такого, который бы сам курил бы вбросил. — Вы считаете, это как-то положительно сказалось на нашей стране? — Прекрасная вещь, потому что мы вот совсем недавно закончили такое крупное исследование, очень объемное, где проследили впервые, как у нас эта проблема формировалась в условиях именно нашей конкретных России, Российской Федерации, Советского Союза. И выяснилось, что вот эти вот лидеры, не курящие, это очень хорошее дело, потому что исторически у нас первый, к сожалению, удар мы получили, Петр Первый, которого пристрастили голландцы к табаку, ну и дальше это все внедрялось очень активно, разрешалась торговля. — Слушайте, но взирая на это, Россия все-таки одна из самых курящих стран мира. — На сегодняшний день самая курящая. — Вообще самая курящая. — Больше, чем Китай, больше, чем Греция, Румыния. — К сожалению, обогнали даже турок. В общем, на сегодняшний день порядка полутора десятков, это число приближается к двум десяткам, поучаствовали международным исследованиям. К нашему стыду и методика, и, а с другой стороны, это может быть плюс, и методика, и деньги на это исследование в России дали иностранцы. Но оно показало, что из тех стран, где по стандартному методике при участии в семейной организации охране исследования проводилось, у нас самая высокая распространенность курения. Но по некоторым группам просто зашкаливают молодые наши мужчины, там уже до 70%. И когда детей опрашивают, как вы видите себе образ мужчины, они говорят, ну, обязательно, без сигареты это не мужчина. — Это общенациональная выборка такая? — Это, в общем-то, все достаточно серьезно делалось, потому что международные исследования по международным стандартам, известны есть центры по профилактике болезней и по изучению заболеваний вместе с ВОЗом. Ну, такие, сейчас уже сформировались глобальные центры мониторинга основных проблем человечества. Вот они как раз нам дали эту статистику, и она уже была озвучена, надо сказать, и министр здравоохранения, наша бывшая Тяна Алексеевна Голикова об этом докладывала, и нашему премьер-министру, и президенту. В общем-то, они это все уже восприняли. И надо сказать, что те законы, которые вроде бы воспринимаются как что-то там падающее вдруг ни с того ни с сего на нашу голову. На самом деле, в общем-то, здесь основания. Я хочу, главный мой вопрос, который я обоим нашим гостям хочу задать, это вот этот вот зазор, который, как мне кажется, между новой формирующейся законодательной базой и общественным отношением к курению. Потому что все-таки, если брать развитые страны, я понимаю, как могут там, я не знаю, в Америке, в Калифорнии сделать полностью свободные от дыма города. При этом все-таки есть некий общественный консенсус по поводу курения, который уже 30 лет, по меньшей мере, формируется движением за здоровый образ жизни. У нас же это законодательство, как бы, Деус Эксмакина падает с неба на нас, на абсолютно, как вы говорите, неподготовленное общество. Я не говорю, это иллюзия, потому что у нас, по данным опросов, есть авторитетные источники, тоже для нас социологические опросы, которые показывают, что большая часть населения поддерживает все эти меры. И надо сказать, спросите любого человека, спросите... Да я вам одну вещь хочу сказать, что спросите курящих людей, есть жесткая статистика, и мы не отличаемся ни от какой другой страны, 80% курящих хотят бросить курить, не могут, это независимость, которым надо помогать. Вот у нас главная проблема. Вот давайте мы тоже спросим. Телефон наш студийный, 651099,6. Позвоните нам и скажите, прилично ли в наши дни курить? Является ли курение... Ну я бы так вопрос не ставил. А как бы вы поставили? Я бы не сталкивал лбами, понимаете, курящих, не курящих. У нас очень любят лбами столкнуть, потом сказать, смотрите, надо защищать права там обижаемых гонимых. Это обычная уловка индустрии, это совершенно неверно. На сегодняшний день есть статистика, что основная, подавляющая часть, 80% начинает курить в детском возрасте до 18 лет, поэтому это не выбор взрослого человека, это маркетинговая стратегия индустрии. И наше вот то, что мы такие лопоухие позволяем с нашими детьми это делать, это детская болезнь, это болезнь политическая, потому что здесь очень серьезная коррупция, подкупы и все прочие вещи. Это болезнь, связанная с зависимостью. Поэтому разговор о свободе, о правах курящих людей, они очень уместны, понимаете. Об этом мы еще поговорим как раз, о правах. И поэтому самое главное право, надо помочь этим людям справиться с этой зависимостью самостоятельно, очень многие люди не могут бросить, хотя вот 80% есть статистика курящих, хотят бросить, но не могут. Давайте послушаем, у нас звонки. Это самое главное право на сегодняшний день, которое надо обеспечить людям. Право бросить курить. Помочь, помочь, помочь. Они очень все хотят, 80% хотят бросить, не могут. Давайте послушаем, Евгений Инолиния, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня немножко удивляет от позиции государства нашего, которое пропагандирует заказательно, хотя на мой взгляд, самый простой способ это ввести минимальную стоимость пачки сигарет рублей 200-300. Рублей 200 вы считаете, да, было бы такой хорошей точкой отсечения, да? Ну, например, почему у нас пачка сигарет есть максимальная цена, выше которой ее никто не имеет права продавать. Но нет минимальной цены. Вот те же самые люди, которые вы говорите, да, почему найти 50 рублей на сигареты? Гораздо проще, чем 300 рублей. Ну, будет же черный рынок очень большой, я думаю. Пойдут китайские сигареты, будет низкокачественный табак. Ну, вот, да, пожалуйста, Андрей. Я могу сказать, да, это вот действительно минимальная розничная цена, она была, вот, как наша система показала, внедрена в самую табачную индустрию. Они таким образом приезжали, увеличили сбыт за счет того, что приезжали маржу розниц. Вот эти вот вегламы с индейцами в палатках, как их называют, так сказать, в форумах, где это все расставлено, да, повсеместно. У нас полмиллиона точек, где продается практически круглосуточно, это вот яд, отрава, ну, в понятном смысле. Вот. Дело в том, что они, допустим, условно говоря, за 10 рублей это поставляли, да, а в этом ларьке можно было выставить за любую цену. Что они сделали? Они, соответственно, цена была достаточно высокая, маржа у розницы была большой. А они что сделали? Они продавили этот закон, это решение по минимальной розничной цене. И у нас стал табак единственным, по сути, защищенным социальным продуктом. У нас молоко не защищено, лекарство не защищено. Табачникам, значит, удалось это продавить, используя свою страшную махину. Они расходуют на стране, на протяжении своей продукции, есть данные авторитетные, около миллиарда долларов в год. Это табачное лобби на лоббирование курения. Да, в самых разных формах, в самых разных формах. Около миллиарда, то есть десятую часть они скидывают на продвижение. И им удалось это сделать. То есть доход около 10 миллиардов в России. Значит, стоимость, объем производства, хотя я в этой статистике сомневаюсь, она считается сильно заниженная, потому что ее дает сама индустрия. Государство, к сожалению, тоже ушами хлопает и не контролирует должным образом, что там делается. Они говорят 13 миллиардов долларов в год. То есть только по данным индустрии, из которых миллиард идет на продвижение. Миллиард на продвижение, да. Давайте сейчас послушаем еще раз наших слушателей. Олег на линии, слушаем вас. Это Олег, добрый вечер. У меня вопрос. При финансовой мощи, которую имеют табачные магнаты, все-таки откуда источники антитабачного лобби, антитабачных вот этих всех, ну, нет ли здесь подвоха? Интересно. У нас везде подвоха ищутся. У нас сейчас такая теория заговора получилась по стране, что якобы это вот резвятся, во-первых, ну, естественно, иностранцы, да, покушаются на наш суверенитет, во-вторых, это якобы фармфирмы, якобы это еще, значит, сионизм международный там приплетают, ну и самое прочее. У кого какая фантазия. Причем, что любопытно, у нас больше 90% табачной индустрии уже иностранная, она принадлежит иностранцам, но эти люди, их прислуга используют эту вот риторику патриотическую, что якобы не трогайте Россию, дайте нам тут сдохнуть так, как нам хочется, понимаете, да, не трогайте. А на самом деле я могу ответить, откуда эти деньги взялись, да, впервые в нашу страну пришли эти деньги, и они были сформированы там такой консоренцией, в него входит Всемирная организация здравоохранения, в него входят общественные организации, очень авторитетные, международные, которые работают по всему миру, поскольку проблема глобальная. И действительно два крупнейших филантропа, а это явление нашего времени, такие как Майкл Блумберг и Гейтс, известные, они туда скинули достаточно крупную сумму денег и выбрали те страны, естественно, там международные эксперты сидели, которые больше всего страдают, и которые, в том числе, Россия попала, потому что мы сейчас стали оплотом абсолютно вот этого дрянина. Кирилл, да, откуда вот это давление антитабачного лобби? Я бы скорее хотел прокомментировать вот последний вообще такой период нашего разговора. Мне, например, понятно, что государство российское, оно все время играет вот в эту игру единственного европейца. И когда Петр начинал курить, он был единственным европейцем. И когда сегодня государство, несколько все-таки опережая, на мой взгляд, общественные запросы предлагает такие законопроекты, она тоже эту роль выполняет. А что мне вот категорически не нравится во всем этом, во всей этой истории, вот то, что я сейчас слушаю, во всех этих ссылках на статистику, очень убедительных, то, что проблема редуцируется, с одной стороны, только к медицине, а с другой стороны, только к табачному лобби. А мне кажется, что все-таки проблема более глубокая и там, скажем так, социально-культурная. Потому что, ну, если мы, как бы, отбираем у людей некое запретное удовольствие, то люди вряд ли станут от этого лучше, да, то есть вот, ну, там, как есть такие поговорки, да, там, в английском языке, там, девушки любят плохих парней. И нам сейчас вот показывают, допустим, американские сериалы, очень популярные, там, если речь идет о событиях 50-летней давности или больше, там все герои, такие, вполне себе приятные, положительные, одновременно плохие, они обязательно курят, да, и нам почему-то вот люди, людям нравится это смотреть. Может быть, дело не в курении, а дело в том, что они совершают, в принципе, что-то плохое. И у нас перед глазами, что самое, что самое печальное во всей этой истории, во всей этой замечательной статистике и в объединении филантропов, у нас перед глазами история о том, как государство, в первую очередь США, 100 лет назад боролось с распространением наркотиков. И в результате возникла огромная теневая машина распространения наркоторговли. В результате возникли огромные социальные проблемы с теми людьми, которые вынуждены сотни долларов платить за то, чтобы получить дозу героина, ну и так далее, и тому подобное. Мы все это знаем. Но можно вспомнить, собственно, и борьбу и сухой закона. Да, совершенно верно, можно, и сухой закон. И вот вопрос, мне кажется, да, самый простой вопрос, который здесь нужно ставить, что придет на смену курения табака, если мы добьемся того, что табака не будет. Да, Андрей, можете ответить. Ну это вообще совершенно бесплодная вещь. У нас есть люди, которые говорят, ну, вот вы знаете, за плетем курить они начнут пить. Уж лучше они пусть курят, чем пьют, пусть не пьют, чем колются. Пусть пиво, а не водку. Пусть они колются, чем они откуда-то там лезут, какой-то адреналин добывать на какие-то высоты, оттуда падают, бьются. Это совершенно бесплодная вещь. Не надо умножать зло, не надо умножать печаль. Ее так хватает в этом мире. Нет, ну исторически разве не оправдывается? Исторически это очень простая вещь, совершенно не оправдывается. Что займет место этого? У нас сейчас 400 тысяч ежегодно погибает людей преждевременно в мучениях страшных, причем это обходится еще в копеечку всем нам. Это не медицинская проблема, это большая политика. А вы рассуждаете о том, что придет на смену. Надо людей спасать. Это же наши сограждане, ваши сограждане. А вы так, я сказал бы, совершенно неуместная логика у вас. Абсолютно неуместная логика. Еще раз слушаем наших сограждан. 65, 10, 99, 6. Иван. Мы же собрались здесь спасать. Иван, слушаем вас. Здравствуйте. Ну, хотел бы выразить свое глубоко негативное отношение к зрению и к рельщикам. Потому что у нас в России это какой-то просто культ и поклонение. То есть, где бы я ни путешествовал, в Латинской Америке, в Штатах, в Азии, нигде нет такого просто поголовного культа, что везде курят. Наоборот, когда пытаются это все приостанавливать, то, что в общественных местах запрещают. А у нас просто есть молодежь, возраст 20-25 лет. Я не знаю, если не курит человек, просто удивляешься уже как-то, не знаю, как к какому-то брату по борьбе. А девушки это вообще, то есть, как бы девушка не курящая сейчас, это нонсенс уже. То есть, настолько это бессмысленное деяние. То есть, как-то алкоголь там еще как-то можно обосновать. Не знаю, может быть, там настроение улучшается, еще что-то веселее. Откурение, запах противный, одежда воняет, волосы, глаза щиты, голова болит. Понятно. В смысле никакого не вижу, а все равно все курят. Ясно, Иван, вы выразили отношения. Спасибо. Я бы хотел что-то прокомментировать. Дайте, может быть, сейчас вы примем еще пару звонков. Я не хотел бы, чтобы какой-то негатив у нас падал на голову наших курильщиков. Это жертва, жертва той политики, той совершенно беспечной политики государственной и той алчной политики. Вы понимаете, когда люди делают за доллар в темпе 20 тысяч сигарет в минуту, на станок даже один делает, а там на этих заводах стоит больше станков, у них доллар стоит тысяча сигарет. Ну да, норму прибыли. Как говорит Маркс, если копит... Я понимаю, у людей сорвало крышу, их, конечно, надо ставить на место. Я не хочу чувствовать себя жертвой. Я не понимаю, почему вы меня записываете в жертву. Давайте тогда говорите про свои 80 процентов. Я в них, наверное, не попадаю. Мне так не кажется. Есть такие люди, да, но просто ваше время не пришло. Вы еще, к сожалению, все проходят этим путем. И импотенция преждевременная, и на 20 лет меньше жизни. И ваши дети будут вас спросить, папа не курит. Скажите, а сладкое вы не едите? Ну, это уж не надо про это говорить. И про жирное, и про жареное, и про Макдональдс. Нет, я просто думаю, что... Мы говорим сегодня о конкретной теме. Понимаете, через три года... Мы одного червяка разбираем, препарируем. Кирилл, Кирилл, не надо. Через три года просто... Нет, я не хочу препарировать одного червяка. Вы еще скажите, что вот был такой дедушка, который... Послушайте, Андрей, Андрей, дайте Кириллу, скажите, пожалуйста. Я не медик, я даже не владею статистикой. Ну, почему? Это меня тоже касается. Я, скажем так, общество изучаю. И я понимаю, что сегодня вот приходят люди и говорят, что давайте всем запретим курить. Завтра они придут по какому-нибудь еще второму поводу, третьему поводу и так далее. И границ вот этого выдвижения в сторону неких индивидуальных свобод в принципе не предвидится. Потому что одно дело говорить, что не обкуривайте, дорогие сограждане, других. Одно дело говорить, лечитесь за свой счет, если вы заработали себе соответствующие болезни. А другое дело говорить, что мы в принципе рассматриваем всех тотально как жертв. Ну да, вот позвольте... Это к свободе никакого отношения не имеет. Это зависимость классическая. Андрей, мы еще вернемся к этой теме. Свобода к табаку никакого не имеет отношения. Я вам дам высказаться. Я вам дам высказаться. Вот сейчас, мне кажется, Кирилл поднимает очень интересную тему относительно свободы курения, относительно права человеческого человека на курение. И сам я не курильщик, сам я задумывал эту передачу с тем, чтобы, так сказать, эту болезненную тему поднять и в том числе свои права оградить. Но Кирилл ставит очень важную проблему. И не забудем, что, скажем, самым эффективным борцом с курением в 20 веке был фашистский режим. Конечно. Вот. Так что вот с этими непростыми вопросами уйдем на небольшую паузу. И напомним, наш телефон 65 10 99 и 6. Добрый вечер, программа «Археология». Сегодня у нас жаркий спор о курении с участием президента Российской ассоциации общественного здоровья Андрея Демина и преподавателя Высшей школы экономики Кирилла Мартынова. Не то, что, так сказать, за или против курения, но говорим мы о том, является ли, есть ли у человека право на сигарету, да, право на курение и в какой степени это право должно быть ограничено правами остальных. То есть здесь вопрос не просто о том, как мы разграничим наше общественное пространство на то, которое с дымом и то, которое без дыма. Но, собственно, вопрос о том базовых принципах либерализма, да. Да, принцип вреда, как еще Джон Стюарт Мильд сформулировал, что единственное оправдание вмешательства в свободу действия любого человека — предотвращение вреда, который может быть нанесен другим. Так что вот вопрос о том, как нам разграничить общественное пространство. И вы знаете, я так немножко провокационно хочу сейчас переформулировать наш вопрос. И телефон на 65 10 99 и 6. Запрещать ли курение на улицах города? Надо ли запретить курение на улицах города? Мы примем обязательно ваши звонки. Ну так вот, сначала я хочу выяснить, существует ли право человека на курение? Надо ли его включать в число... Понимаете, потому что можно начать с курения и закончить много чем можно закончить. Я думаю, что вообще это как-то странно ставить вопрос в таком ключе. Если человек хочет себе засовывать, взрослый человек хочет засовывать себе в рот какие-то дымящиеся палочки. Ну что ж, стоять сзади за него, за спиной и выхватывать эти дымящиеся палочки. А право на употребление наркотиков? Ну, и у нас в большинстве стран мира употребление наркотиков не является уголовным преступлением, оно не запрещено. Так это и есть наркотик. Табак — это наркотик. Нет, ну сейчас, скажем, вот о том тяжелых наркотиков. Оно же криминализовано, употребление тяжелых наркотиков, героина. Если человек хочет употреблять героин, то есть где-то государство вмешивается. Пока легальное, где-то нелегальное. Ну, этот вопрос, мы немножко сейчас уйдем тогда в сторону, и опять же, вот к этим историям санкций государства против такого рода деятельности. Но есть достаточно мощная аргументация, мне кажется, направлена на то, что, собственно говоря, большинство проблем в этой сфере государство создает. Государство и корпорации, правда, да, потому что Байер все-таки изобрел вместе с аспирином героин, как очень эффективный, обезболивающий когда-то. Дайте послушаем наших слушателей 65, 10, 99, 6. Максим, ваше мнение. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Я, может, немножко хотел бы тему отмотать к моменту именно предупреждения курения, то бишь еще на начальном этапе, да, чтобы человек как-то, скажем, отводить от получения этой привычки. Я бы хотел подлиться наблюдением из своего собственного опыта. Мне сейчас 29 лет. Я, сколько себя помню, у меня всю жизнь мама и папа курили. Более того, как раз я взрослел в период, когда была мода на ковбоя Мальборо. У меня полкласса курили. И при этом мне никто никогда не запрещал курить. Как-то и в классе не было порицания со стороны университета. Родители меня никогда не запрещали. И так стало, что я даже никогда не пробовал и так никогда не закурил. Вот, может быть, проблема именно в подростковом протесте, когда идет ярое насаждение того, что это плохо и... Запретный плод сладок. Да, да, именно вот это вот. Примерно как с наркотиками в Голландии. Я так понял, что родители, когда заводят ребенка, должны начинать через несколько лет курить, чтобы из духа противоречия ребенок никогда не начал. Хороший метод такой, да? Ну, это совсем не так. Дело в том, что сейчас рассекречен огромный массив, более 40 миллионов страниц служебных документов табачной индустрии. И там показано, что главный сегмент, на который они всю свою маркетинговую активность направляли, это дети. Я могу сказать, что в нашем исследовании, мы цитируем исследование, которое было проведено в Санкт-Петербурге совсем недавно. Называлось «Маркетинг и предпочтение детей 13-17 лет на рынке табачной продукции». То есть педагоги наши, к сожалению, позорные, пустили этих позорных исследователей, профессиональных маркетологов в школы Петербурга. Масштабное время было проведено, где все, все, все. Что они читают, на каком транспорте ездят, какие они передачи смотрят. То есть вот как влезть, чтобы, и больше того, у нас табачная индустрия до последнего времени, к сожалению, только в прошлом году нам удалось в Москве, уже в 21 веке, закрыть программы, запущенные еще около 10 лет назад по крупнейшим городам России, где под видом профилактики проводилось продвижение табачной продукции среди детей глубоко несовершеннолетних 13 лет. Вот такая ситуация. А вы улыбаетесь этому. Это дикая вещь. 65, 10, 99 и 6. Дело ни в семье, ни в родителях. Татьяна из Екатеринбурга. Татьяна, слушаем вас. Здравствуйте. А вот я услышала в передаче, что все очень переживают за права тех, кто сидит в местах лишения свободы, тех, кто довел себе здоровье до ужасного состояния и поэтому болеет. А вот кто будет мои права защищать? Человека, который никогда не курил, который просто физически плохо переносит табачный дым. Я не могу зайти в кафе, потому что у нас в кафе, в ресторанах просто какая-то дискриминация людей, которые не курят. У нас места для некурящих у входа, очень ограниченных. А люди, которые курят, они сидят у лучших мест, у окна. Вот кто мои права будет защищать? Я по городу хожу бегом. Потому что как только я догоняю одного курильщика и обгоняю его, там следующий. Я все время бегу. И я не одна такая на остановке, просто негде место занять. Причем ведь люди стоят, они покурили, они отодвинули от себя сигарету, дышите все остальные. Но ты под нос себе поднеси и дыши, наслаждайся этим запахом. Да, понятно. Татьяна, спасибо. Я хочу, чтобы мои права, человека, который бережет в кафе, кто-то начал защищать. Да, спасибо, Татьяна. Разрешите мне прокомментировать. Значит, действительно, население наше очень беспокоено. Это такая достаточно типичная ситуация. И вообще бы на сегодняшний день, по сути, на сегодняшний день формулируется так, что если какой-то второй человек появился где-то там на пространстве, да, это уже общественное место, по сути. Соответственно, уже ограничения совершенно обоснованы. Только кажется, что вопрос слушателей был в большей степени риторический, потому что вот сидит защитник, и есть организации, вот, собственно говоря. А вот очень интересно, кстати, Кирилл, да, прокомментируйте. А где вообще начинается, действительно, что считать общественным местом, общественным пространством? Я, честно сказать, я вижу достаточно простое решение вот этой проблемы. И человек у себя дома, наверное, ну, если он там соседям в форточку при этом не дымит, может курить, обзаботившись, что была хорошая вентиляция. И плюс, если курильщики хотят курить где-то в общественных местах, они должны сделать специальные курительные комнаты, и все. Плотно закрыто. Это проблема границ. Я думаю, что проблема в большей степени высосанная из пальца и связана с тем, что действительно люди хотят курить где попало, а это неправильно. Значит, на сегодняшний день так решается. Вот в развитых странах уже к чему пришли, я думаю, что мы тоже к этому должны скоро прийти. Что такое личное пространство для курения? Это туалет. Вы зашли, закрылись. Собственно. Сами с собой там. Нет, не собственные, потому что там через вытяжку это потянет другие квартиры и так далее. Пассивное курение, оно не менее убесище, чем активно. А туалет без вытяжки будет? Да, это какой-то некий такой вот объем закрытый, изолированный полос. Потому что что происходит? Почему так индустрия борется за свободу курения? Потому что все, что остается у индустрии для продвижения продукции, это остается пачка, которую сейчас в Австралии уже сделали единообразной, цвета какашки, не хочется в руки брать. И там только предупреждение, эти вот язвы, инсульты, инфаркты, и предупреждение сейчас. Все бренды, все остальное, все сняли. Вот я принес даже специально, есть решение Австралийского суда Верховного, была апелляция, не сказать, что наши бренды стоят миллиарды долларов. Фигу, все. Игра окончена. Вы знаете, кстати, извините, я вспомнил совершенно потрясающую вещь. Сейчас я, может быть, если получится, посмотрю, или, может быть, наши мне помощники в студии сейчас уточнят по интернету посмотреть. Неделю назад в Тасмании, по-моему, был принят закон. Да, вот это вот оно и есть, пожалуйста. О том, что нет, там больше, там больше запрещено курить, в принципе, всем детям, родившимся после 2000 года. Так я вам еще скажу одну вещь, что уже целый ряд развитых стран, которые нам тоже очень близки, такие как Финляндия, Великобритания, они уже вообще по государственной стратегии приняли полное освобождение от табака. Одно дело стратегии, а другое дело это запрещение курить человеку. Программа государственная, да, включающая вот это вот. Вот Кирилл мотает головой. Кирилл, это что это? Я, честно сказать, вообще не понимаю эту риторику. Оказывается, значит, меня-то сначала отправили только что в туалет. Потом сказали, что какие-то пачки в Австралии, что-то с ним происходит. Какая мне разница, что происходит с пачками сигарет? Я не курю сигареты, и я не собираюсь пока ехать в Австралию. Я просто не очень понимаю, на что направлена эта аргументация, и почему в туалете-то. Нет, ну я, кстати, здесь... В туалете нету вытяжки, может быть? Вы не дали мне досказать, не вытяжки делать. Дело в том, что когда со всех сторон перекрыли все, остается только одно средство продвижения своей продукции. Это курильщик. Вот он ходит и курит. Они сделали брендированные сейчас курилки в аэропортах. Великая красота? Да. Супер просто. Это чисто рекламное дело. Подождите, вы против курилок в аэропортах? Абсолютно. Брендированные курилки, прозрачные аквариумы. А не брендированные, а просто курительные комнаты. А просто я могу сказать, что вот как сейчас решается вопрос. У нас тоже было даже одно время конкурентное преимущество аэрофлота. Разрешали курить, в отличие от того, когда все уже давно запретили. Это было страшно. Я летал, это было страшно. Извините, да, извините меня. Садятся, как миленькие, 12 часов, 14 часов. Я сам летал на этих самолетах. Написано, все, если ты закуришь, тебя под белые руки, извини меня, так сказать, все санкции в полном объеме. И люди терпят. Если совсем плохо он подходит, ему дают этот пластырь, он его наклеивает. И будь здоров. Нет, ну все-таки, мне кажется, есть... Почему должно быть красиво еще на виду у людей, да? Нет, ну можно дать людям возможность свое вот это вот право реализовать. Я как раз, пускай не брендированные, без рекламы будут, но какие-то везде должны быть абсолютно изолированные. Ну тогда... Вот, смотрите, вот я хочу... Самолет, давайте водителям бензовозов скажем, чтобы они тоже у нас имели право где-то там покурить. Нет, есть самолет, самолет кончается рано или поздно, да, так сказать, ты прилетаешь. Водитель бензовоза тоже может приехать в какое-то место, где он своим дым никому не помешает. Давайте создадим права. Ну вот вы знаете, мне кажется, проблему здесь правильно совершенно сказали, граница. Сделать очень четкое разграничение. Вот, например, в пробке. Вот мне кажется, что курильщик имеет право курить в своем автомобиле. Но... Вот сейчас уже запрещают, потому что изменяется и цветовосприятие, и реакция, и все, кошмарные последствия. Но в пробке, предположим, он стоит. Которая опасная для именно участников дорожного движения. Но при этом, Андрей, он должен закрыть окна своего автомобиля. Вот что меня, как автовладельца, очень часто в пробках напрягает. Я стою, у меня закрыты окна, у меня работает кондиционер. Кругом вокруг меня 4-5 машин, все курят, рука красиво положена, выставлена в окно. Мне этот дым затягивается. Дело не в этом. Дело в том, что эти водители опасны на дороге, как участники. Дело в том, что вам дымок занесло. Дело в том, что как он потом поедет, понимаете? Ну, знаете, я вот слушаю и думаю, что все-таки дождутся борцы за здоровый образ жизни, многомиллионных исков со стороны тех людей, которых сначала государство подсаживало на табак. В Советском Союзе это не корпорации были, а именно государство, поскольку все было государственно, и табачная промышленность в том числе. А потом сделали такой крем. Изучали мы этот вопрос с судебными исками. Были такие суды, да? Да, потому что это, знаете, это просто ребенком здесь выглядит государство, которое 40 лет назад курение поощряло, рекламировало и зарабатывало на этом, и продолжает зарабатывать. А теперь, говорит, нет, ребята, все, гейм овер. Итак, на секунду, брейк, брейк, брейк. Давайте послушаем наших дорогих слушателей. 65, 10, 99 и 6. Никита у нас на линии. Слушаем вас. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Я бы, во-первых, хотел сказать сразу, что я курильщик, и курю достаточно давно. По голосу слышно. Да, и считаю это колоссальнейшей проблемой, просто бичом. И если переходить в юридическую плоскость... Что вы считаете проблемой? Курение. Курение само по себе, да. Конечно. Если переходить в плоскость правовую, то мне кажется, что вполне это можно сравнивать. Ну, я утрирую, конечно, но там с оружием. И как раз в этой плоскости, на мой взгляд, и нужно в первую очередь восстанавливать ограничения и следить. И так же, как за выдачей лицензии оружия можно следить точно так же. И, в общем, первый приоритет должен быть направлен на то, чтобы контролировать возраст, продажу, употребление в том числе. То есть, и наказывать за, в общем, ненормативное использование фактически сигареты, неправовое. То есть, если человек обладает ограниченной дееспособностью, это в первую очередь по возрасту, как человек, который не способен в силу разных причин, в первую очередь, еще раз повторюсь, по возрасту, принимать осознанное решение, курить ему или не курить. А какой возраст, по-вашему, был бы возрастом дееспособности для курения? Ну, вполне, вполне, наступление полноценной дееспособности, 18 лет там, вполне. Почему нет? К этому возрасту человек вполне, в общем, способен ознакомиться со всеми аспектами и медицинскими, и эстетическими, и историческими этого процесса. Понятно. Никит, понятно. Такой вопрос. Готовы ли вы согласиться с ограничением, вообще с запретом курения на улицах, учитывая, что улицы — это общественное пространство? Вот, скажем, как в каких-то калифорнийских городах. Ну, знаете, я, вот как раз, когда я был в Калифорнии, я не курил. Самый счастливый его, пожалуй, перед моей жизнью. Но, вот, например, в Нью-Йорке я себя чувствовал, конечно, в общем, такой собачкой, которую отгоняли. Белой вороной, да. Сначала я вышел из ресторана, чтобы покурить, потом меня, в общем, отогнали от крыльца, потому что сказали, что это в общем территория ресторана, и там, когда я отошел от крыльца, я, в общем, подошел практически к крыльцу другого ресторана и вынужден его маститься в этой некой зоне, эфемерной. Ну, вы знаете, соглашусь, наверное, соглашусь. Ну, просто я противник курения, несмотря на то, что курил, я чувствую себя очень плохо и понимаю, что... Спасибо, Никит. Так, очень-очень-очень интересный рассказ. 65, 10, 99, 6. Артем. А, алло, добрый день. Да, добрый вечер. Я хочу сказать сразу же, что я долго курил, лет 15 не курил, потом, ну, курил, вернее, 15 лет примерно, потом бросил, вот уже года три не курю. И я хочу сказать, во-первых, то, что я за очень жесткие ограничения, на примере того, что, ну, почему я должен находиться на стадионе, вот я не курю, допустим, а только у меня курит 5 человек, мне это неприятно. Надо ограничивать. Нельзя, конечно, перекивать палку. Вот, я считаю, с ресторанами надо действовать очень осторожно, вот ограничения в ресторанах и так далее. И второй момент, меня уже переделал ведущий, по-моему, вот этой организации здравоохранения, как у меня там, да, а я просто не помню. Российская ассоциация общественного здоровья. Да, общественного здоровья. Вы знаете, спросите у любого курильщика, задайте им вопрос ребром, хочет ли он, чтобы его дети курили. Ни один курильщик не скажет, что он этого хочет. То есть, все мы хотим избавиться от этой вредной привычки. Вот я об этом и говорю, что главное право на помощь в отказе. Вот спросите у любого курильщика, хочет он, чтобы его дети когда-нибудь курили. Вам все скажут, что нет, не хотят. То есть, мы все, ну, большинство хотим избавиться от этой пагубной привычки. Спасибо. Вот сейчас одна из главных проблем для государства, как раз организация полноценной такой помощи. Она же денег стоит, у нас никак не хотят это в госгарантии включать. То есть, вылепли, да, уши повесили, мы позволили это взять наших людей в эту зависимость. А выручать мы вот как-то вот считаем, это будем лучше рассуждать о праве на курение, пока они будут нас болеть, помирать. Кирилл, есть ли вы, вот хорошо, мы обсуждали право на курение, а право вот это вот нужно ли включить в право на помощь для тех, кто болен этой привычкой? Ну, тут сложный вопрос в отношении тех людей, которые пострадали там от действий советской власти в данном случае. Ну, почему советские власти могли начать курить там 10 лет назад? Люди уже вообще рожденные. Нет, ну, я считаю, нет, ну, у меня же очень простая позиция, что, как бы, вот этот вопрос радиослушателей по поводу детей. Я хочу, я не хочу, чтобы дети курили, но я хочу, чтобы просто они принимали эти решения самостоятельно, а не из-за того, что какой-то дядя скажет им так делать. Как можно принять самостоятельное решение ребенку, если миллиард долларов на продвижение? Вы посмотрите на информационное пространство, что творится здесь? Послушайте, я, во-первых, расцениваю с какого-то момента, что дети становятся взрослыми. После этого они, есть миллиард долларов, нет миллиард долларов, либо они идиоты, либо они принимают самостоятельные решения. Я, поскольку не хочу, чтобы мои дети были идиотами, поэтому я хочу, чтобы они принимали самостоятельные решения, вне зависимости от наличия некого логики. Кирилл, но мы живем все-таки в реальном мире, мне кажется, вот эта вот позиция, я интеллектуально сочувствую вашей позиции вот этого абсолютного либерализма и права священного, права каждого сделать выбор. Нет, дальше все очень просто. Человек имеет право на самоубийство. Послушайте, дальше по поводу медицинской помощи. Если речь идет о человеке, который живет в этих наших реалиях, то у него должна быть, если он курильщик, у него должна быть страховка, за которую он платит и все. Я не вижу вообще в этом никакой проблемы. Нет страховки, ну что ж, тебе не повезло, ты куришь, ты сам себе навредил. Понимаете, если человек отрубил себе руку, мы должны ему, наверное, ее, не знаю, зашить, но не должны предлагать новый протез. Так же и с легкими, которые мы себе портим. Ну вот, вы знаете, но с другой стороны, может быть, действительно здесь, вот я повторю то, что я начал говорить, нельзя абсолютизировать это право человека на нанесение себе вреда. Ведь, смотрите, многие государства, они запрещают эвтаназию. С абсолютно либеральной точки зрения, скажем, Голландии, Швейцарии, можно сказать, человек имеет право на информированное самоубийство. Ну мы сейчас, ну это опять, это как в случае с борьбой с наркотиками, извините, сколько историй. Вот недавно посадили человека, который, будучи, ему было 50 лет, у него была мать больная раком, ей было 80, да, и она кричала по врачам, он ее задушил, да. И его посадили там на сколько-то на 8 лет, по-моему, строгого режима. Понимаете, вот мы теперь к этим случаям, у вас есть ответ на этот вопрос, нужна ли здесь была эвтаназия или нет? У меня, например, нет ответа. Ну да, но это абсолютизация неких каких-то вещей, но я к тому, что в очень многих инстанциях мы имеем регулирующую инстанцию, да, и большого брата в лице государства, которое вмешивается. И несмотря на то, что человек уже взрослый, говорит, вот это хорошо, это плохо. Я категорически, я за то, чтобы курильщиков ограничили в правах, там, где, ну, естественно, никакой рекламы детям, разумеется. Я бы даже возраст поднял бы продажи табака, там, не знаю, пускай до 25 даже хотя бы лет, ну, то есть 21 минимум. Да, это точно. То, что курильщики не должны обкуривать людей, которые этого не хотят, это тоже на 100% так. Ну да, я думаю, с этим мы соглашаемся. Я против того, чтобы всех курильщиков рассматривали как жертв. Я, ну, как бы по себе знаю, что это просто не очень соответствует действительности. Есть исключения. 65, 10, 99 и 6. Так, кто у нас был первый сейчас? Михаил, слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Я бы хотел такой вот момент рассказать. Это не сначала, слушаю, возможно, вы говорили уже. Курение сейчас, на мой взгляд, является очень серьезным социализирующим элементом. То есть человек фактически имеет возможность общаться с коллегами, какими-то друзьями и так далее в курительных этих перерывах, например, на работе. Да, то есть у меня есть примеры, а мои друзья или подруги... Ну да, Михаил, достаточно понятно. Спасибо. То же самое в армии, в армии вообще невозможно не курить. Спросите любого работодателя, как он относится к курящим своим сотрудникам. Он скажет, что для меня это очень большая проблема, больничные листы, горит, воняет, надо красить и так далее. То же самое в армии. Вот у нас вот страна, где долгое время был специальный, после войны еще остался этот паек табачный, у нас дети уходили в армию не курящие, возвращались по голову не курящие. Еще у нас парадокс российский. Чем более образован человек во всем мире, тем меньше вероятность, что он будет курить. Потому что, ну, понятно, у нас наоборот. У нас вот эта вот социализация, которая, вы говорите, псевдо, которая, как это, а кто там пойдет за Клинским, абсолютно типичная ситуация. Эта социализация у нас, используется индустрия алкогольная и табачная. Соглашусь, соглашусь с Андреем, да, вы знаете. И никто не ограничивает. Вот, наконец, мы ждем закон, который, наконец, включая вот это вот пресловутое спонсорство, это страшное дело. Как посетитель всяческих таких интеллектуальных каких-то тусовок, вот действительно должен сказать, что, скажем, вот интеллектуальные кафе, так называемые, там даже нет опции, не курящие зоны. Там тот же мой какой-нибудь любимый Жан-Жак и так далее. Вот, Джон Дон, все эти либеральные, этот треугольник Никитский или Маяк. Я вам скажу, с ними целенаправленно, вероятно, с ними целенаправленно работает индустрия, потому что они четко ловят вот трендсеттеров. И их соответствующие образования. Кирилл, Сергей, ну я думаю, что я все-таки должен вот этот момент сказать, потому что я такой хранил какую-то некую загадочную позицию. Я просто считаю, что враг на самом деле не столько курение, поэтому это не в первую очередь не медицинская проблема, а социальная. Враг сигареты, а не курение. Вот сигаретка, которая очень дешево стоит, которая везде доступна, которую люди курят на остановках, на улицах, в перерывах, на работе и так далее. Я считаю, что есть модель курения очень как бы приличная. Ну она вредная, наверное, но все-таки не слишком вредная. Это одна сигара на уикенде. За бокалом виски, за просмотром кино, на свежем воздухе, никого не обкуривай, ни в коем случае. Конечно, нет, нет, только это... Ну да, то есть у вас была как раз такая статья в московских новостях, что вот как бы сигарета это продукт массового общества. Я могу сказать, да. Это такой фан-фан для быдла, грубо говоря. Принести пример, ну это как, знаете, вот алкоголизм, конечно, вредно, да, но, простите, человек, который раз в месяц дегустирует какой-нибудь шатландский миски, это, наверное, не алкоголик. Это, вы знаете, в чем дело, это вот эти все красоты, да, это вся романтика, гламур, вся эта вот пакость применительно вот таким вещам, как табак и алкоголь, ну просто вот, честно говоря, вот на рефлекс уже вызывать. Это уже устаревшая совершенно вещь, это не работает совершенно. Кому-то надо, как вы объясните, никаких нет доказательств, что это менее вредно там, или какой-то имеет магический смысл, или один там, я помню, с Аркановым, с писателем авторитетным, уважаемым, он мне рассказывает, что он, я вот не курю, я только вот зажигаю, она у меня здесь дымится в пепельнице. Тоже вот так вот у нас был разговор, я совершенно понимаю четко, за что я, да, и за что мой собеседник выступает. Это как Обама курил, но не затягивался, Клинтон. Сергей, я могу привести вот одно яркое. Какое вот этих заявлений? Я говорю картинку, ну какой смысл, я свой образ жизни так отстаиваю. Ну извините меня, это несовременно. Ну простите, это я буду решать. Надо догонять эпоху. Американский авианосец, разумеется, никто из офицеров на этом авианосце не курит, разумеется, да, но у них есть традиция, когда успешно, проходят учения, вылеты все завершены, офицеры собираются в специальной комнате и устраивают сигарную вечеринку. Это очень редко происходит, но это выглядит вполне, по-моему, достойно. У нас страна сгорела, у нас оружейные склады все взорвали, чертова матери, из-за этого всего. Вы расскажите, как этого красиво на природе будете делать. Да вы что? Вы знаете, хочу сказать, что все-таки не все так безнадежно. Мне кажется, есть большая очень часть молодого поколения, которая впитывает новые установки. Вот про себя могу сказать. Я каждый год провожу летние школы, у нас от высшей школы экономики, уже 7 лет мы ездим в такая, я считаю, выборочная школа, идет такой очень хороший отбор людей. В Лапландии мы в далекой тундре проводим эту школу. И я вот уже на протяжении 7 лет смотрю. И тут все-таки это студенты высшей школы экономики, других московских вузов. Каждый год все меньше и меньше курильщиков. Сейчас впервые, у меня была группа 20 человек молодых людей из Москвы в возрасте от 18 до 25 примерно лет, ни одного курильщика из 20 человек. То есть мне кажется, что все-таки постепенно вот этот вот тренд и чувство какой-то цивилизованности, оно себе пробивает дорогу. И должно начинаться с элиты, естественно. И я рассчитываю на молодое поколение. И, в общем-то, подытоживая, к сожалению, не очень горячая получилась тема, звонки малую часть, мы не могли принять тех, что людей позвонили. Конечно, это вопрос о общественном пространстве и не только о курении надо говорить. Здесь нужно говорить, скажем, и о мобильных телефонах, о громкой музыке из чужих наушников, с чужих машин. Это вопрос о шуме, о чистоте общественного пространства и об ощущении того, что это принадлежит нам всем и надо действовать по принципу наименьшего ущерба. Вы не забывайте, это основа демографической катастрофы нашей, которую страна переживает. С этим, да. 400 тысяч в год, других таких факторов нет, как табак. В ряде курения, я думаю, достаточно все понятно, но сейчас программа у нас такая социологическая. Все-таки вспомним, что существует, что наша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека, в том числе свобода дышать чистым воздухом нашего любимого города. Это была программа «Археология». У нас в гостях были президент Российской Ассоциации общественного здоровья Андрей Демин, преподаватель Высшей школы экономики Кирилл Мартынов. Я ваш верный археолог Сергей Медведев. Слушайте музыку Финам.ФМ. Спасибо.